Новая техника и новые технологии. Традиционная выставка «День поля» объединила аграриев из 12 регионов. Сельхоз товаропроизводители делились опытом, налаживали деловые связи. Большинство сейчас такие начали покупать, я смотрю же. Ну, экономия пленки идет очень большая. И высокая производительность. То есть ты можешь запрессовать, упаковать 600 тонн сенажа. Современная технология заготовки кормов. Сенаж упаковывается в специальную пленку без добавления консервантов. И хранится без существенной потери качества. К такой технике одни только присматриваются, другие уже делятся результатами. Пользуемся уже пятый год. Потому что корм заготовленный качественный. Сенаж получается. И питательный. Все питательность сохраняется. Раньше, если у нас на доле чуть более 3000 литров молока, мы уже около 6. Везти надоеваем. И денег больше. На эту площадку привезли самые ходовые машины, приспособленные под наш климат. Здесь есть и российские, и зарубежные модели. Многие из них работают на полях Чувашии. В Батревском районе уже многие фермеры на этой технике сидят. В Яльческом, Маргаушском и в других районах тоже республики Чувашия. Самая ходовая модель. Очень популярна, исходя из своей доступности. Она по российским программам по всем проходит. Господдержка позволяет аграриям компенсировать расходы на покупку техники. В прошлом году и в этом году мы возмещаем 15% всех затрат на эту технику. Есть много новых форм животноводства для начинающих, семейных ферм, для кооперативов. И в следующем году такая появится очень глобальная программа. Мы должны быть готовы принять эту программу. Мы должны готовить проект, эту программу устойчивого развития сельских территорий. По которой можно, в принципе, построить в сельской местности абсолютно все. Подробно об этом говорили на совещании с главами районов и руководителями фермерских хозяйств. Меры господдержки должны помочь повысить производительность труда в полтора раза. По расчетам Минсельхоза это позволит достичь целей, поставленных президентом России. Курс на экспорт. Если сейчас его объем 23,5 миллионов долларов, то к 2024 году он должен увеличиться вдвое. То есть мы должны работать целенаправленно на рынке мировое уже. Мы знаем, что по пшенице, по растительному маслу, сахару мы уже отвечаем полностью этим все стандартам. И вот по продукции животноводства мы начали уже в этом плане работать. Они уже есть первые. То есть сама сумма дохода, полученная от экспорта аграрного сектора, она уже намного больше, чем 4,5 лет назад. Впрочем, День поля – это и праздник, где на сцену выходят ретро-тракторы, а во время торжественной части награждают лучших сельхозтоваропроизводителей. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика.